Так встретили жители Архангельской области решение Верховного Суда России, запретившего проводить референдум о свалке на станции Шиес. Противодействие экологических активистов строительству мусорного полигона, на который планируется привозить в том числе и отходы из Москвы, продолжается уже почти год. И жители Архангельской области возлагали большие надежды на референдум, как на возможность окончательно и гарантированно защитить свой дом от московского мусора. На протяжении практически 12 месяцев на ушах стоит вся область. По поводу Шиеса, с декабря уже практически существует 7 месяцев лагер в тяжелейших условиях тайги. И люди всеми возможными способами выражают свое несогласие с теми решениями, которые принимает непосредственно губернатор от имени народа. И, соответственно, единственная надежда, способная людей дать им право самостоятельно проявить волю в отношении того, что делать, она по большому счету сводилась только к референдуму. В начале апреля Архангельский областной суд обязал местную избирательную комиссию зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума о невозможности ввоза мусора из других субъектов Российской Федерации. Теперь вышестоящий суд отменил это решение, что стало хоть и печальной, но вовсе не неожиданной новостью для защитников Шиеса. Областной суд – это люди находятся на месте, и они очень четко понимают, какова реальная ситуация в области и в регионе. А Верховный суд в определенной степени отстаивает интересы все-таки свои и в целом, наверное, рассматривает ситуацию достаточно удаленно. Что на самом деле никакой образом не оправдывает само право Верховного суда решать, возможно ли людям проявлять волю непосредственно по тем референдумам или невозможно. Я не удивлен, безусловно, это неприятно, что власть делает все возможное, чтобы игнорировать мнение людей. Московские правозащитники и политики, пришедшие поддержать архангельских активистов, убеждены, что теперь у этой проблемы не остается никаких шансов остаться вне политики. Вот эти юридические споры, они могут быть бесконечными. А на самом деле главный вопрос здесь такой, что есть спор между населением и исполнительной и законодательной власти в регионе. И решить его чисто юридически, я уверен, невозможно. Будут незаконные действия по поводу строительства этого полигона, будут выходить люди по-прежнему в леса, как говорится, и спорт будет только... И кризис, политический кризис, который сейчас там происходит, будет только усугубляться. Вот что будет происходить. Каким последствиям приведет это решение Верховного суда, неясно и самим активистам защиты Шиеса. Но они по-прежнему не намерены сдаваться. Мы будем дальше бороться. Нас уже остановить-то невозможно. У нас нет вариантов. Шиес надо останавливать любыми возможными способами. Протест на самом деле в Архангельской области и в Республике Коми он народный. И поэтому какого-то руководства этим протестом на самом деле нет. Что произойдет дальше? Как люди отреагируют на это все? Но могу точно сказать, что население очень ждет справедливого решения. И очень часто до суда я слышала такую фразу. Если они поддержат апелляцию депутатов, то суд поддержит апелляцию депутатов. Это будет говорить о том, что до какой степени прогнилась система. Никита Татарский, Артем Радыгин. Радио Свобода. Москва.